Всем привет! Кто подписан на мой инстаграм знает, что я уже в Сочи. А кто не подписан, ребята, подписывайтесь скорее и будете знать обо всем намного раньше, чем на ютубе. В Сочи мы приехали на наши ласточки, на Солярисе, на нашем любимом. Ребята, на море я была всего лишь один раз в своей жизни, в 2015 году, прикиньте, и больше я на море не была. Вот сейчас мы приехали сюда. На самом деле я просто кайфую, наслаждаюсь природой, очень круто. Но и, конечно же, ребята, я не оставлю вас без видоса. Я буду таксовать в Сочи уже завтра. И вот следующий видосик, который будет, это как раз-таки мое таксование в Сочи. Я уверена, что вам интересно узнать про то, сколько можно срубить бабосиков в сезон. Поэтому, ребята, ждите следующий видосик. Мы выехали из Питера, и первая наша остановка, это была Москва. Ехали мы по платной дороге. Дорога просто идеальная. Ребята, можно даже на заниженной тачке ехать и не париться. Заправок, кстати, там тоже много. Просто у нас бак на Солярисе всего лишь 35 литров. И это крайне мало. Мы заправлялись чуть ли не на каждой заправке, потому что переживали, что дальше не будет заправки. И чтобы нам потом не ехать на трассу. Как бы тоже, знаете, такое себе. Еще про Солярис хочу сказать, что мощности его, конечно, недостаточно. Когда вы едете 130, примерно у вас уже 3000 оборотов. А это как бы не очень приятно, потому что ваш бензин расходуется намного быстрее. Машинка прям кушает ом-мо-мо-мо, прям вообще бензин. И еще как бы шум мотора очень громкий. И вообще, короче, некомфортно. Машина не тянет, она вот для дальних поездок. Потому что по этой платной дороге вообще вы едете, она идеальна. Это можно 200 лететь, реально. Ну, ладно, ну 170-180. Хотя у нас 1.6 двигатель в Солярисе, самый мощный. И 6-ступенчатая коробка. Но, ребята, все равно не дотягивает. В Москве мы остановились в отельчике недорогом. Чисто переночевать и смонтировать для вас видосик, который вот предыдущий вышел. Он вам очень понравился. Мы пересеклись в Москве с Женей. Таксуем на Майбахе. Четкий вообще парень. Провел нам мини-экскурсию такую по Москве. Покатал по самым красивым местам. Но хочу сказать, ребята, что Москва мне не понравилась. Вообще не понравилась. Не потому, что там какие-то не такие люди. Или архитектура не такая. Нет, дело не в этом. Дело в платных парковках. Я просто охренела. Реально. Как так можно? Мы хотели покушать в теремке. Ну, знаете, наверное, да? Такое дешевое место, где можно... Не самое дешевое, но можно там уложить рублей в 500-600 на двоих. И, короче, мы приезжаем на парковочное место. И там, знаете, какая оплата? 380 рублей в час. Как вам это вообще, ребят? Ну, я такая, да ну, нафиг, Москва. До свидания. Поели мы в итоге в МакАвто, чтобы, не дай бог, не поставить машину где-нибудь на платную стоянку. Короче, ужасно. Я разочарована в этом плане. Что, блин, из людей сосут деньги как только могут вообще в этой Москве. Ребят, смотрите, как красиво вообще. Обалденный вид просто. Вы едете по набережной и море. Море вокруг вас просто. Обалденно, обалденно. Мы, кстати, едем на Розу Хутор сейчас. Вот нам час 44 ехать. И въезжаем мы с вами в пробочку. Мы с вами въезжаем, ребята. Да, пробки есть везде. Это факт. Это факт. Из Москвы мы выехали где-то в час дня. И доехали до Сочи без остановок, ребята. Мы 1700 километров проехали вообще не останавливаясь. Только на заправке. Там покупали всякие энергетики, кофе. Вот. И заправляли тачку. Потому что бак у нас маленький. Дорога на всем этом пути была очень хорошая. Мы ехали вообще не напрягаясь. Но на одном участке дороги, ребята, знаете, вот вы едете, все круто, четко, офигенная дорога. И потом резко бах, и яма. Просто огромная яма, от которой вот мы проснулись. Ну, как, кто-то был за рулем, кто-то спал. И вот тот, кто спал, он даже проснулся от этого, от этой ямы. Короче, кошмар. Будьте осторожны. А потом уже, когда подъезжали к Сочи, там, знаете, такие вот прям вообще жесткие повороты. И еще было очень темно на тот момент, когда мы подъезжали. Потому что в сам Сочи вот мы въехали где-то в 9 утра, да, в 9-10 мы приехали. И, ребята, это было ужасно. Потому что вот по самому сложному участку дороги, где повороты такие, да, вообще вот это все, мы ехали в ночь, где не видно ничего. И, знаете, был такой момент, что я чуть там не съехала с этого поворота. Вообще жестко, правда. Ну, мы менялись, естественно, с водителем, с моим. Но виды на этой дороге были шикарные, правда. Вот на подъезде к Сочи, хоть было и темно, но, знаете, там такие огромные деревья были. Прям такие кусты черные. Вы едете, дорога, да, она никак там не подсвечивалась. И вот эти вот кусты прям как будто под джунглем каким-то. Ну, круто. Не знаю, мне очень понравилось, правда. Но лучше, конечно, по той дороге ехать днем. И еще хочу сказать, что вот мы, получается, ехали с воскресенья на понедельник из Москвы в Сочи. И доехали реально по факту без пробок. Ну, практически вот только в Сочи немного утром постояли. И все, очень быстро доехали реально. За 20 часов, по-моему, или 21 час. Еще хотела сказать про культуру вождения. Здесь, по-моему, это капец, правда. Вот я пропускаю людей, да, и мне никто не говорит спасибо. Просто крайне редко я вижу от человека спасибо. Я всегда говорю спасибо, просто всегда. Ну, я привыкла. Так, когда меня пропускают, я просто обязана сказать спасибо человеку. Для тех, кто не знает, спасибо это вот поморгать аварийчикой. Короче, ездят здесь по-московски. Я заметила, что в Москве тоже как-то особо спасибо не говорят. И так, знаете, нагло там влезают, прям вообще жестко. Поэтому езда вот похожа, что Сочи, что Москва. Примерно одинаково. В Питере вот самые вежливые, мне кажется, водители собрались, правда. Такие все молодцы. Мне очень нравится вот питерское движение. Как бы здесь, в принципе, тоже здесь ничего сложного нет. Просто именно вот сам факт вот этого неуважения. Вот не говорят спасибо. Ну, неприятно, правда, вот вообще. Даже пропускать теперь никому не хочется, честно. Нет, я не ради спасибо как бы пропускаю. Просто сам факт того, что, ну, как бы я всегда говорю спасибо. Почему мне не говорят спасибо? Что, короли какие-то или что? А еще хотела сказать, что здесь постоянно жмутся к жопе, к вашей. Вот все машины жмутся. Прям раздражает. Даже вот полицейские сейчас ехали и жались. Хотя передо мной также были машины. Я просто держала дистанцию. Как бы нужно держать дистанцию. Вдруг резко там затормозят. Мне реально вот в таких ситуациях очень хочется резко затормозить, чтобы меня въехали и как бы поняли люди, что нужно держать дистанцию. Не надо так сжаться близко к жопе к моей. Не люблю, когда в моей жопе так жмутся. Блин, смотрите, какие клевые тоннельчики. Вообще просто клевые. В Питере таких нет. Ну, есть только как в Кронштадт ехать, там возможно есть. А так вообще очень классно. Ребята, вот это офигенский мост просто. Я его помню еще с 2015 года. Нас вот тогда останавливал наш мужчина, который нас катал. Блин, очень круто здесь. Посмотрите, какая красота, блин. Как можно вообще не любить Сочи? Вот как? Как можно не любить Сочи? Просто охрененно красиво. Вообще природа дикая, шикарная. Многие меня спрашивали, сколько стоила поездка от Питера до Сочи по бензину. Мы посчитали, где-то около 6500 получилась стоимость бензина, потраченного на эту поездку. Только, ну вот, из Питера до Сочи. Сколько в общей сумме, я вам скажу потом уже по приезду в Питер, сколько мы потратили денег на бензин. Там еще платная дорога была. Честно, вот не помню, сколько по сумме, но мы часто платили, платили, платили. И как-то там, наверное, вот среднее число, вот около 10 тысяч вместе с бензином, вместе с платной дорогой у нас получилось из Питера до Сочи. И вместе с едой на заправке, да. Это вот все укладывается в эти 10 тысяч, вот даже, мне кажется, чуть поменьше, вот, чуть-чуть. Сейчас мы приехали в Экстрим парк Роза Хутро, хотели спуститься по канатной дороге, вот. Но, к сожалению, смотрите, какой туман. Вообще ни хрена не видно, поэтому наш спуск переносится на следующий день. Ну, точнее, не на следующий, а через день, потому что завтра я буду таксовать. Вот, и, в общем, через пару-тройку деньков мы обязательно спустимся. Ну что, поехали дальше, посмотрим что-нибудь еще. Хотя туман, на самом деле, все портит, правда. Нужно быть на самой низине, чтобы все видеть, и как бы не было никаких проблем с этим туманом. Субтитры сделал DimaTorzok Из-за погоды все планы пошли по звезде. Мы с вами и так никуда и не заехали, потому что начался дождь, туман, вообще ничего не было видно. И, в общем, мы приехали домой. Самое главное, что хотела вам сказать, то, что мы перед поездкой основательно подготовили Солярис. Поменяли масло, поменяли свечи. Когда меняли свечи, там был просто огромный зазор, и свечи были чернущие. Ребята, из-за этого портится катушка зажигания. Так что будьте внимательны, и каждые километров 30, ну, тысяч, естественно, проверяйте свои свечи и меняйте их. Также почистили дроссельную заслонку. Не забывайте это делать каждые 30 тысяч километров, потому что она очень сильно загрязняется. Многие просто ездят, ездят на машине и ничего с ней не делают, как, собственно, мы так и делали, да. Но, ребята, в самый неподходящий момент ваша машина возьмет и встанет, потому что одна проблема вытекает из другой, туда-сюда, все пошло наперекосяк. Поэтому, пожалуйста, проверяйте свои машины, ведь они вас возят, они вам помогают, можно так сказать, поэтому следите за ними. Спасибо огромное моему мастеру Руслану, который посмотрел свечи, дроссельную заслонку и заставил меня их поменять и почистить. Кстати, к нему приезжал недавно Kia Rio, у которой свечи просто уже умирали, и из-за этого сломалась катушка зажигания, и машинка приехала к нему не на своем ходу, а на эвакуаторе. И еще самое важное, что мы обновили тормозную систему. Поменяли все тормозные диски и колодки передние и задние. Потому что здесь очень важны тормоза, очень много спусков, постоянно катитесь на нейтралочки, тормозите, 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 поэтому, ребята, тормоза, это очень важно. А еще мы поменяли лампы ближнего света на более мощные, называются они Philips Racing Vision. Поменяли мы их перед долгой поездкой не просто так, чтобы ночью спокойно ехать и освещение было хорошее от машины. Вот, и действительно, ребята, стало намного круче освещение, не то, что было на штатных лампах, так что всем советую. И самое главное, это дворники. У меня были ужасные дворники. Вы знаете, когда появляются маленькие-маленькие капельки, да, на стекле, и как бы нужно их смахнуть, но с такими дворниками вы понимаете, что лучше этого не стоит вообще делать. Но когда мы поменяли на новые дворники, блин, это такой кайф просто, вот один взмах, и все, и стекло просто идеально чистое. В общем, мы полностью подготовили машину к этой поездке. Мы реально большие молодцы, что проехали всего лишь с одной остановкой в Москве, и то останавливались только для того, чтобы для вас видосик смонтировать. Так бы, мне кажется, мы, наверное, и без остановок смогли бы проехать. Ну, конечно, я загнула слишком, но, может быть, и получилось бы, потому что я очень хотела попасть на море. В следующем видосике я уже буду таксовать в Сочи. Я уверена, что будет очень крутой контент, потому что всем интересно, сколько можно срубить бабосиков в самый сезон, какие здесь вообще пассажиры, какие люди, какие туристы. Короче, я думаю, что будет очень угарно, очень весело и познавательно. Так что смотрите следующий видосик, и спасибо вам большое за просмотр этого видоса. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии, и обязательно подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, пока-пока!